Сегодня многие садоводы и огородники рассказывают об этом удобрении для рассады просто какие-то чудодейственные истории. На своих каналах они рассказывают о полезных свойствах данного удобрения. Это удобрение есть в каждом доме. Вот что интересно. Оно есть в каждом доме, но многие его просто выкидывают. В том числе и некоторые, кто садит рассаду. Но вы наверное догадались, о каком я говорю удобрении. Это обычная чайная заварка. Причем как зеленый чай подойдет, так и черный. Я использую удобрение и заварки двумя способами. И первое это мульчирование. Обкладываю растение заваркой. Как видно здесь. Вот она заварка. Тут у меня как крупный лист, так и ломанный. Если маленечко убрать. Я обычно после того, как положил землю, посадил растение. Я также добавляю золы туда для многих растений. Ну а сверху заварку. Вот эту заварку, которую мы уже использовали. Выпили чай. Эту заварку я добавляю. Многие спросят, а можно ли использовать из пакетиков. Ну конечно же можно. Различие в том, только что там лист настолько мелкий. Там не лист даже. Там он измельчен в пыль. Данный лист. Поэтому можно также этот мелкий ломанный лист или пыль тоже использовать как мульчирование. Это первый способ. А второй обычно заранее, еще зимой, я собираю себе в баночке заварку. Сушу ее на противень выкладываю. Он высыхает. Так как у меня печка, печь, я обычно подсушиваю данную заварку на печи. Потом складываю в баночку. И тут получается тот же самый лист, только уже сухой. Второй способ использования, это мы можем просто взять и измельчить ее. Там мелко измельчаем. Очень мелко. И эту пыль добавляем, перемешиваем с землей. Это самый популярный способ. Мульчирование очень редко кто применяет. А вот именно такой способ, второй, который я сейчас рассказал, его используют почти все, кто знает об этом секрете данного удобрения. Очень простого, но действенного. Вот пыль. В пакетиках там уже пыль готовая, поэтому там даже не надо будет ничего перетирать, как в данном случае здесь показал. Так что используйте данное удавление, попробуйте, проверьте, увидите насколько оно действенное. Вам я желаю, конечно же, хороших посадок и в дальнейшем хорошего урожая. До встречи. Спасибо. 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 Продолжение следует...